The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. Сегодня я расскажу тебе, что произошло с биткоином, почему он рухнул ниже 20 тысяч долларов. И на самом деле причина совсем не та, о которой говорят в СМИ. Банки и ФРС США только что обвалили биткоин, криптовалюту и акции. Таймкоды будут в описании. Итак, как ты знаешь, Джером Пауэлл два дня назад выступал в Конгрессе США. Он дал нам большие инсайды насчет того, что будет происходить с процентными ставками и экономикой в ближайшем будущем. Его выступление – одна из причин, почему рынок рухнул. Несмотря на то, что экономика сильнее, чем ожидалось, Джером сказал, что им придется заставить рынки почувствовать еще больше боли. Только так, по его словам, удастся победить инфляцию. Давай посмотрим, как слова Джерома Пауэлла повлияли на доходность казначейских облигаций. Это тоже очень важно, ведь они влияют на падение рынков сейчас. Ты можешь получить 5% доходности по 12-месячным облигациям, а двухлетние облигации достигали 5% впервые с 2007 года. И что же случилось после 2007? Глобальный финансовый кризис. Что тогда произошло? Инвесторы продавали акции и покупали облигации, чтобы переждать. Сейчас может произойти то же самое. Они могут выйти из акций и криптовалют в облигации. Логика простая. При инфляции в 6% облигации приносят 5%. Инвесторам лучше получить хоть что-нибудь, чем ничего во времена финансового кризиса. Кто-то скажет, инфляция очень высокая, лучше посмотреть на рискованные активы, такие как биткоин. Но что случилось с биткоином и акциями из-за инфляции? Они рухнули. Инвесторы потеряли не только эти 6% покупательной способности из-за инфляции, но еще и 10-15% на акциях и даже больше, вплоть до 50% на криптовалютах. Поэтому, если доходность облигаций сейчас вырастет до 6%, зачем инвесторам рисковать? Вот что тоже беспокоит рынки прямо сейчас. Что еще сказал Джером Пауэлл? Если экономические данные будут оправдывать увеличение темпов роста процентной ставки, мы будем это делать. Процентные ставки, похоже, будут выше, чем мы предполагали раньше. Следующая причина – это правительство США, которое сейчас оказывает давление на криптовалютный рынок. Ты наверняка знаешь, что у них есть много биткоинов, которые они конфисковали у разных плохих игроков рынка, таких как «Шелковый путь», например. У них правительство США конфисковало биткоинов на сумму около миллиарда долларов. Адрес, на котором хранятся эти биткоины, достаточно известен, поэтому сложно было не заметить, что правительство США отправило почти 10 тысяч биткоинов, это более 220 миллионов долларов, на биржу Coinbase. Зачем они это делают? Да кто их знает, возможно, у них какие-то проблемы с ликвидностью, и с помощью этой продажи они пытаются их решить. Кстати говоря, на это указывает также и это событие. Джо Байден предлагает ввести 30-процентный налог на майнинг биткоина и криптовалюты в США. Облагаться налогом будет вся электроэнергия, используемая в этих целях. В любом случае, это тоже испугало рынки. Третья причина. Индекс доллара отскочил от этой поддержки вверх. Еще в начале января мы говорили о том, что индекс доллара может отскочить от этой поддержки, ведь она является основной линией чуть ли не с 1987 года. Вот отсюда и практически до сегодняшнего дня. Смотри, здесь она была сопротивлением, здесь также она была сопротивлением, но мы попытались превратить ее в поддержку. Неудачно. Поэтому с 2015 года по 2022 годы она тоже служила сопротивлением. И наконец-то после вот этого прорыва вверх мы ее превращаем в поддержку. Пока что. Ситуация очень похожа на вот эту вот здесь. Очень похожие паттерны, которые постоянно повторяются. И в прошлый раз, когда эта линия снова стала поддержкой, индекс доллара вырос до верхней границы этого коридора. Я не говорю, что сейчас он тоже вырастет до этой границы, но возможность такая есть. И этого опасаются рынки, зная, что рост силы доллара всегда приводит к слабости акций и криптовалюты. Хочу напомнить, что несколько дней назад мы разбирали графики биткоина. И уже тогда было понятно, что нас в ближайшее время ожидают какие-то плохие новости. График прямо об этом говорил. Мне очень нравится выражение. Дайте мне посмотреть на графики, я расскажу вам про новости. Это как раз этот случай. Несколько дней назад мы посмотрели на график. Теперь позволь рассказать тебе новости в формате Blitzkrieg. Нью-Йорк подает в суд на KuCoin, расширяя фронт против криптовалюты. Согласно иску, KuCoin и его программа KuCoin Earn – это просто предложение ценных бумаг. Также, что интересно, в этом документе написано, что Terra Luna, Terra UST и Ethereum являются ценными бумагами. Кроме этого, криптобиржа обвиняется в том, что она не имеет регистрации в штате. Что ж, это плохие новости как для биржи, так и для Ethereum. Видимо, переход на Proof of Stake делает эфир ценной бумагой в глазах американских регуляторов. Далее, крупнейший криптовалютный банк Silvergate анонсирует добровольную ликвидацию. Silvergate говорит, что это самое лучшее решение и банк фактически заканчивает свое существование. Это известие всколыхнуло криптомир и волны пошли по всем криптовалютам. Если мы говорим про банки, давай поговорим про Silicon Valley Bank или же SBV, которые испытывают огромные проблемы. Их акции упали на 60%. Недавно банк объявлял о распродаже портфеля облигаций в убыток почти 2 миллиарда долларов. Чтобы покрыть эти убытки, он также начал продавать свои акции. Из-за этого началась банковская паника, клиенты спешат обналичить свои счета. Если SBV потерпит крах, это будет второе по величине банкротство банка в истории США и крупнейшее со времен финансового кризиса 2008-го. Что ж, такие известия все-таки повлияли и на остальные американские банки. Ты посмотри на это, абсолютно все красное. Вот как комментирует это известный любитель золота Питер Шиф. То, что сегодня происходит с банком SBB и сегодняшнее 60% падение его акций, это верхушка айсберга. Десятилетняя политика количественного смягчения ФРС США подготовила почву для гораздо более серьезного финансового кризиса с высокой инфляцией, чем тот, который был в 2008 году. Также он дал очень интересный прогноз, что уже в конце этого месяца может произойти следующее. Итак, США могут оказаться на пороге очередного финансового кризиса. Если это так, то уже к концу месяца ФРС может вернуться к политике количественного смягчения. Это должно привести к падению доллара и росту цен на товары, особенно золото. Вспомни, Гэри Гэнслер называл биткоин товаром, поэтому если золото это товар и оно вырастет, по словам Питера Шифа, то и биткоин должен тоже. Это может превратить финансовый кризис США в кризис доллара США и кризис суверенного долга. Интересный такой прогноз, особенно учитывая, что он краткосрочный. И, наконец, еще одна новость, которая сильно повлияла на рынок. Я не особо люблю такие темы, но для рынка это важно, поэтому приходится освещать. Пошла подготовка почвы к тому, что спецоперация против Ирана может быть неизбежной. Почему? Потому что Израиль ощущает большую опасность для себя из-за того, что Иран резко и очень быстро прогрессирует в создании своего ЯО. Учитывая обстоятельства, Израиль считает, что действовать нужно прямо сейчас и пора принимать важные непростые решения, пока не произошло вот это. Не хочу это читать. Такие исторические события, естественно, имеют влияние на рынки. Пиши, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. А я могу сказать только одно. Такие моменты, как этот, сравнимы с черным лебедем вроде того же коронавируса в 2020 году. И по итогу, спустя несколько лет, очень часто такие моменты, как этот, рассматриваются участниками рынка с сожалением. С сожалением, что у них не хватило смелости воспользоваться таким шансом. Посмотри на то, что произошло в марте 2020 из-за коронавируса. Я помню то время, я помню настроение на рынке, паника, ужас. Никто не хотел покупать. И посмотри, как это выглядит сейчас с перспективы 2023 года. Даже учитывая вот это падение, вот этот момент, все равно выглядел как очень вкусным шансом купить биткоин, которого, наверное, уже никогда не будет. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok